И снова седая ночь И только и и и и Знает седая ночь Кучи жгучие И прекрасные Парни, если не нравится моя компания, я просто... Всем привет! С вами снова Данька Даня, Даня, Данька Я Как тебе драка на второй карте с 10 байбеками? Байбеки в нынешнем состоянии, это хорошо или плохо? Байбеки, когда их вели, а вели их уже давным-давно Мне кажется, принесли игре дополнительных пунктов в стратегии Что не является плохо Делает разнообразие в игре, добавляет много-много разных возможностей Драка с 10 байбеками, конечно, она была безумной вообще Но насколько же круто играют ЛГД Как же за ними приятно и кайфово наблюдать и смотреть Прям вау, то есть ради такого и хочется смотреть доту, наблюдать за дотой и... Дома у меня еще остались крутые сувениры И я разыграю один среди тех, кто подпишется на канал, зазвенит в колокольчик, поставит лайк и напишет комментарий Какой главный приз мог бы быть на Интернешнл, если не Аегис? За самый прикольный и забавный комментарий я вышлю приз по почте Погнали! Как тебе нынешняя мета? Именно в текущем состоянии видно, что возвращаются те герои, которые обычно на Интернешнл всегда себя проявляли Такие как Элдер Титан, Магнус и им подобные Это герои медленной игры, контр-инициации Герои, которые могут развернуть игру, важные моменты Висп тот же В целом мета мне симпатична Мне она нравится Вопрос с подвохом Действительно, наш регион никогда не был слабым В плане того, что у нас всегда было очень много талантливых игроков И ВП и Спирит хорошо себя проявляют Видно, что они своими стратегиями, своей игрой могут заходить далеко Ты вот собирал, например, команду совсем недавно Много раз уже переделывал В какой-то момент начинал с нуля Вот сейчас ты на Интернешнл смотришь на игроков Если бы ты снова собирал себе бейт полностью с нуля Кого бы ты сейчас хотел бы себе заполучить Если бы это были все фри-агенты И все бы разговаривали на том языке, на котором тебе комфорт Ксинки возьму, да На пост 4 Пост 5 Осторожнее, слева тебе соло, пожалуйста Леху возьму, да Конфликт Какой из флайов? Давай так Why, why? Я нами и нафинтусей Куда нафинтусей, не понял сейчас На какую позицию пойдет На кочу На курице будет управлять Между прочим, FNG там брат советует А у меня мама говорит Пуджа надо чаще пикать Мне обидно, что мы не видим именно Пуджа керри Которого LGD показывали в своих лигах Пуджа чена обидно, что не видим, да? Сложный прикол, типа Я понял Ладно, на самом деле на тройку я бы взял Айсайсайса На керри, да Ами На пятерку Ты же уже брал пятерку О, G против Квинси Крю Вы с Арсамом помогли Пупею уронить G в нижнюю сетку Ну, наверное, все-таки не мы А Пупею помогли его тиммейты сделать это Хотелось бы тебе находиться в студии перед камерами каждый день Я, в принципе, приехал сюда на плей-офф Поэтому я не утомляюсь Пока я полон сил Я всегда рад побыть в студии аналитики В любой роли И с вами самая свежая аналитика, которая здесь собралась для вас Здорово, парни Что кушали на завтрак? Банан Круасанчик Круасанчик с шоколадом? Просто Просто пустой круасанчик Пустой круасанчик Пустой банан Спасибо, что смотришь Подписывайся на канал Ставь лайк и пиши в комментариях Если не Айс То что могло бы быть главным трофеем на интернешнале? За самый забавный комментарий Крутой сувенир по почте с моим автографом Погнали! Здравствуйте, друзья С вами Фобос Старый Дональд Всем привет Пуджа ждешь? Нет А если бы ты ждал, то где появился Пудж? Я думаю, что в Team Spirit больше даже шансов, что появился бы Пудж На какой позиции? На четвертой А ты на медиа играл на Пудже? Конечно Это очень мощный, мощный герой Но мы сейчас не Пудже Погоди, погоди Давай еще последний вопрос Нет, погоди, погоди Смотри-ка, а у Джи появился Тинни А что ты думаешь по поводу Тинни? Ой-ой-ой Давай подумаем Героя Топсона Вообще что угодно может быть Какая-то условная шальная девочка Пуджа? Пуджа? Думаю, нужен какой-то керри, который спасет ситуацию Пудж? И проводят игру так, что у этого воида все хорошо То есть, ну, я считаю, что это фактор секонд пика Помимо того, что великолепно сыграли, конечно же, Spirit И я за них переживал и топил И глотку рвал за кадром Но я считаю, что это так не совсем работает Особенно против Войда И просто не мог бить никогда примерно Потому что у тебя, опять же, пока бак-контроля хорошего не было Там был Магнус Что хочется еще сказать? Здравствуйте еще раз Это снова мы Но прежде чем мы начнем Мой старый друг Дональд Хотел сказать что-то о прошлой игре Всем привет! Коллапс нереально крут Очень круто отыграл на Магнусе Для меня было на самом деле удивление То, что возможно с Форстафом, Блинком и Линзой Увозить героя из-под Юла Но это происходило Произошло это два раза Так подожди, и вывод нужен Ты историю пока пересказываешь Вывод? Покупать БКБ на Магнусе Чтобы не могли тебя задезейблить И второй вывод Чтобы те, у кого есть Ю, его нажимали на Магнуса А вот Инвокер, который появился Это ты уже объясни Инвокер Неплохой герой А ты брал бы Инвокера, чтобы диспелить Эмпауэр? Или нет? Ты брал бы Инвокера, если бы видел Магнуса Потому что с Магнусом, скорее всего, появится герой ближнего боя И ты в него Кучу всего можешь накидать Да, конечно, конечно. Инвокер очень хорошо стоит линию против милижных героев, как минимум. Хорошо. А брал бы ты сейчас? Раз, два. И раз, и два. Это будет с каждым. Ну все, получается. Шекер будет сэйвить, контринсировать. И сурочка положил. А, ну вот все-таки лайфстиллер, которого мы ждали в прошлой игре. Выбор классный, абсолютно очевидный. Хоть и начало драфтов было очень похоже, но игры будут абсолютно другими, мне кажется. Мира. Безумный объем работы выполняет. Сек пытается справиться. Скалавсов справляется. Но там уже минус четыре. Сек остается один. Блинкаунт. Телепорт спит нечем. Есть! Это Юл! Это Ребен. Это Тим Байп от команды Спирит. Ультра килл Тороста Токио. И только сейчас спавнится Найт Сталкер. Но прийти... Что? Один из оставших суппортов тоже погибает. Минус четыре. На Диппинсе. Один на дейл. Он берет Дезолятор, он просто в трон сейчас пойдет. Они будут рашить трон. Гуд гейм, он плей. 2-0, Спириты. Они проходят команду ОДЖИ и уходят в топ-6. Это невероятно. Почему Тинни такой сильный мидер и керри? Тинни сейчас один из сильнейших героев. Метти. Он очень универсален. Он очень сильный на линии. От него легко строить драфты. Потому что, опять же, его можно использовать на любую позицию. Но, как мы видим, ОДЖИ против Тим Спирит. Тинни не смог одолеть драфты Тим Спирит. Потому что Тим Спирит были очень хорошо готовы к этому Тинни. Была Виверна с периодическим дамажем. Было много контроинициаций. Был хороший лейтгейм. Герои смогли по итогу справиться. В первой игре Тинни уехал на фонтан. В критической ситуации. Ну, а во второй игре Спириты просто уже доминировали и чувствовали себя более уверенно. Что случилось с УДЖИ? В определенный момент. То есть, они действительно круто играли. Делали свои вещи. Бежали в соперника. Заставляли юзать их постоянно. Тим Спирит на них. Все свои глобальные ультимейты. Но в один момент. Войд умер без байбека. Им удалось его убить. Они пошли пушить. И могли сломать чуть ли не две или три стороны с Тинни. Либо навязать драку, пока Войд тресается. Коллапс сыграл великолепно. Увез Тинни дважды. При этом он до этого с Айгисом Тинни еще увозил. Что я думаю по поводу All Chat Easy Game от Toronto Tokyo. Очень много эмоций испытывают игроки во время таких матчей. Порой совершают необдуманные поступки. Необдуманные фразы выбрасывают и так далее. Доте не принято писать что-либо кроме Good Game, Good Luck и прочего во время игр. Все остальное считается дурным тоном. Но, конечно, все мы совершаем ошибки на эмоциях. Тем более, когда происходит такое. Когда ты проходишь ОДЖИ, обыгрываешь их. Я представляю, что могут чувствовать в этот момент игроки. Сам я лично тоже напарывался на подобные играбли. И писал еще более глупости в Волчат. Сейчас я, конечно же, так не сделаю. Тем не менее, надеюсь. Не то чтобы как-то супер критично к этому отношусь. Я уверен, что Toronto Tokyo сам все понимает. Дерби, ВП против Spirit. Я ожидаю неимоверной серии. Желательно 2-1. Потому что обе команды друг друга хорошо знают. Я знаю, что статистически ВП выигрывал у Spirit последних 29 серий подряд. Если я не ошибаюсь. Что просто невероятно. Или 29 карт. Получается, что ВП для Spirit криптонит. Но в такой форме, с таким моральным зарядом после УДЖИ, у них абсолютно все шансы на проход дальше. Так что будем смотреть и топить за красивую доту. Фокус авто. Ребятки, только что закончился матч Spirit в ВП. Я досматривал его из отеля. Это жесть, конечно. Вообще было нереально кайфово смотреть. Очень крутая серия Best of 3. Эй, интернет! Свои мысли по поводу победы Team Spirit, за счет чего они победили и кто затащил игру? Team Spirit в первую очередь очень круто подрафтили. И в первой, и в третьей игре. И безумно круто отыграли. Для меня вообще во всем пей-оффе. Видно, что все подтягиваются. Все очень круто играют. Конечно, выделяется коллапс во многих матчах. Выделяется мипошка для меня. Он очень круто разворачивает игры. Иногда, конечно, каждый из них светится. И Яторо большой красавчик на всех героях играет. И может сыграть более жадные, менее жадные, как угодно. Торонто-Токио, в принципе, тоже показывает довольно-таки игру обезбашенную, я бы сказал. То есть, он, в принципе, абсолютно не боится рисковать. Где-то играть очень нагло. И это тоже круто. Мира тоже большой красавчик. Реально находит очень крутые моменты. Отыгрывает чисто. Тоже не боится лишний раз найти момент для инициации. В общем, очень круто, приятно было смотреть. За кого изначально болел? Болел я за Team Spirit. Мне, ребята, очень симпатичны. Еще года два назад всех трехкоров из Team Spirit подметил для себя, что они очень сильные ребята. Они оказались все вместе в одном коллективе. И выросли суперкруто, супержестко. Даже про Ятору я писал в районе двух лет назад в Твиттере. О том, что, ребята, присмотритесь к этому игроку. Он вырастет безумно сильного плеера. Мы даже как-то его тестили в команду. Я видел в него огромный потенциал, как в игроке. Потому что он уже тогда нестандартно мыслил. Как ты считаешь, это лучший инк для СНГ команд за всю историю? Да. Судя по результатам, это лучший инк для СНГ команд за всю историю. Потому что две наших команды в топ-6. У меня просто огромнейший респект к драфтеру Team Spirit. Не знаю, драфтели они все вместе. Или Silent там повлиял на это все. Но, в действительность, проделали очень крутую работу. Они выиграли все с пиком. Что тоже немаловажно. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok